Здравствуйте, друзья! Всем привет! С вами Жилин Сергей. Последние новости из ГПК. Апгрейд произведен. Все замечательно. Руки можно мыть, только есть маленькая промажка. Я смотрел, дождик был ночью. Водичка так чудесно попадает сюда. Тут бочки надо бы переставить метра на полтора-два, чтобы водичка попадала сюда. Автоматика и кибернетика. 21 век все-таки. А так придется откуда-то таскать и следить, чтобы она была. А так дождик может наполнять. Друзья, на самом деле произошло неслыханное. Вчера днем сотрудники полиции при Кубанского округа похитили шлагбаум. Лишили меня контента. Я теперь не знаю, о чем мне снимать, что выкладывать. О бочках, о свете, которые отключили. Всего лишь люди, слушайте, полицейские. Верните шлагбаум в ГПК, верните на ответственное охранение. Зачем вы его забрали? Вы подумали, вот сегодня у нас 19 мая 2021 года. Осталось всего лишь, всего лишь месяц. И в суде я бы уже смог говорить о том, что люди, посмотрите, прокуратура год ничего не делала, полиция год ничего не делала, а тут какие-то 11 месяцев. люди, ну кто так делает? Верните шлагбаум. Пусть обратно на место поставят. Дайте мне завершить цикл. Я уже начал подумывать о том, чтобы пригласить на празднование, на годовщину начальника Прикубанского отдела полиции Бондарева Ивана Валерьевича. Пригласить сюда заместителя прокурора Прикубанского округа в Борах Давида Анатольевича, руководителя прокуратуры Прикубанского округа. Уже собрался писать пригласительный, понимаете, уже в планах было приглашение прокурора Краснодарского края Табельского Сергея Владимировича, начальника ОВД города Краснодара, Андреева генерала захотел пригласить. Ну годовщина, понимаете, святое и взяли и лишили. Ну как так? Почему шлагбаум-то забрали? Вы 11 месяцев его, ну месяц бы еще чуть-чуть потерпеть, а? Люди, кто так делает? Верните шлагбаум, прошу вас, не лишайте меня контента. Ведь это не серьезно. Ну что, бочки, да свет? Ну, пожалуйста. Друзья, если серьезно, вчера, вчера днем сотрудники полиции забрали все злополучные шлагбаумы, которые были опять установлены, но забрали опять эту палку. То есть, само устройство, шлагбаум, оно не демонтировано. Оно как стоил, этот пенек, с механизма подъема и опускания, так оно и стоит. То есть, какие-то полумеры. из-за этого мы можем видеть, что, кстати, я вечером опубликую ролик, я его планировал вчера опубликовать, сделать, но, к сожалению, после попадания в шею от серьезного и справедливого и полковника Белозор, у меня периодически происходит сильная головная боль. Вчера был такой вечер, была очень сильная головная боль, и я просто не смог смонтировать видео. Сегодня вечером я обязательно это видео сделаю и покажу, то есть, как бочки отсюда забирались, вывозились, как устанавливались эти бочки, подгонялась тут машина, перекрывались видеокамеры, чтобы видно ничего не было. Вот, то есть, целая спецоперация разыгрывалась. Хотя, есть такой нюанс, вон на том гараже, Игорь, покажи, пожалуйста, вон там стоит также видеокамера, я думаю, полицейские захотят воспользоваться этой видеокамерой, дабы понимать, кто устанавливал эти бочки. На данный момент, так как мы не видели и не знаем, кто их поставил, я предполагаю, что это находка, это ничейные бочки, ну, либо у них найдется хозяин. В ближайшее время там у нас чуть-чуть будет полегче, мы вызовем сотрудников участковой службы, действительно, дабы оформить находку. И вот сотрудник нашей организации, Игорь, он выразил желание, сказал, что очень хорошие, замечательные бочки, по цвету ему подходят и будут здорово смотреться у него на даче. вот, поэтому если хозяин не найдется, то мы через полгода их передадим в собственность нашему сотруднику, он будет ими замечательно пользоваться. Вот, а на проезде, опять же, установлено, да, непонятно, почему на проезде установлены бочки. Теперь вопросы, наверное, будут к сотрудникам ДПС и опять же к прокуратуре. Так что с вами, дорогие друзья, я не прощаюсь, ну, а сотрудникам полиции привет и, пожалуйста, верните шлагбаум, не лишайте меня контента, в конце концов. Как-то так, друзья. Всем пока-пока, до вечера.